Ну все, друзья, конец, расходимся. Россия окончательно и бесповоротно решила потерять свое лицо, видимо. Если это не так, то как еще можно назвать прошедшие в минувшие несколько дней события? Это Вести Бискиселева, совместный проект ИРМАК Медиа и реальной журналистики. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Роскомнадзор решил поработать. Безработными остались сайты Кремля, Госдумы и правительства, а также других органов государственной власти, ну и компания Ростелеком. Пользователи Ютуба, сервисов Google и Яндекс также сообщили о проблемах с доступом на обозначенные ресурсы. Правда, стабилизировалась ситуация достаточно быстро. Так же быстро, как и нашли виновника. Роскомнадзор на этой неделе решил замедлить работу Твиттера на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Причина – отказ Твиттера блокировать запрещенный контент. Власти утверждают, что именно Твиттер позволял пользователям размещать на своих страницах информацию о массовом суициде детей, который планировался 3 марта текущего года. Подобные санкции Роскомнадзор применяет впервые, но уже обещает сделать их постоянными в отношении виновных. Ну, во-первых, чуете, чем запахло? Так, конечно, закрытием железного инфозанавеса. Первый шаг уже сделан, работу одной площадки замедлили. Следующим, по мнению Роскомнадзора, должны стать Фейсбук и Ютуб. Так что, если я вдруг начну говорить «смедленно», это не значит, что я засыпаю. Это значит, что кто-то ограничил мне скорость. А во-вторых, друзья, я не понимаю саму формулировку санкций. Что значит «замедлили работу», почему сразу не заблокировали? Это что за полумера такая, отрубать хвост частями? Если уж решили, то давайте доведем начатое до конца. А то получается, Твиттер нарушает российское законодательство аж с 2017 года, штрафы, выписанные Россией, не платит, неугодный контент не удаляет, а мы все плюшками балуемся. Друзья, вам не кажется, что в нашем Роскомнадзоре сидят какие-то неправильные россияне, которые генерируют какие-то неправильные решения? Ну, или несмелые, в конце концов. Но тут интересна и еще одна составляющая. Похоже, чтобы отвести от себя подозрения, провластные СМИ повернули ситуацию в выгодное для себя русло, объявив падение интернета внешней кибератакой. Тут, как бы, кстати, пришлась и прошлонедельная публикация в Нью-Йорк Таймс, где власти США объявили о намерении провести кибератаку на Россию. Следующий шаг, согласно публикации, ожидался уже в течение ближайших трех недель. И тут, как бы, раз и случилось. Вот подфартило, так подфартило. Короче говоря, друзья, пока в нашей стране живет и трудится Роскомпозор, никакие внешние атаки нам не страшны. Мы убьем себя сами. Метр от Хинштейна. Глава профильного комитета Госдумы предложил запретить журналистам приближаться к силовикам меньше, чем на метр. Журналисты, ну, практически висят на руках у сотрудников спецполков ГУМВД или ОМОНовцев. Безусловно, таких ситуаций быть не должно. Возможно, мог бы стать и какой-то периметр. Но, условно говоря, ближе к которому журналист не должен приближаться к сотруднику правоохраны, находясь на массовой акции. Александр, то, что стоять на пути исследования ваших силовиков нельзя, мы уже уяснили благодаря пострадавшей Юдиной, которую правоохранитель вежливо оттолкнул ногой. Но что не так с журналистами? Они не провоцируют, они не лезут в драку. Их основная миссия освещать события, а не сокращать дистанцию социальной до сексуальной. Но у Хинштейна на этот счет свое мнение, благодаря которому он и предлагает установить для силовиков манеж, в периметр до метра которого не должна проникнуть ни одна фотовспышка. Помимо этого, тот же гражданин поддерживает и идею проведения для начинающих журналистов специализированных тренингов, на которые предлагают приглашать сотрудников Росгвардии. Друзья, походу намечается новый батл. Помните, как нижневартовские школьники закидывали ОМОН мечами? Видимо, что-то подобное Хинштейн предлагает провести и с журналистами. Александр, я надеюсь, на этом ваш фонтан исключительно рациональных инициатив иссякнет? Или, может, придумаем еще чего поумнее? Ну, например, давайте запретим журналистам выходить на митинги. Пусть читают официальные провластные СМИ и на основании этого пишут свои заметки. Или давайте вообще запретим журналистов, а то они, посмотрите-ка, посмели показать реальность такой, какая она есть. Это я еще молчу о том, что за нанесением увечий чаще всего были замечены именно силовики, а вовсе не горожане и не журналисты. Если инициативу поддержат, то стоп, снято. В ближайшее время мы сможем услышать только из художественных фильмов. Биониклы за Путина или почему в России телевизоры не лечат принудительно? Соловьев на этой неделе фактически подписал смертный приговор пенсионерскому отряду Путина, предложив качественно новое движение в виде биониклов. Значит, мы начинаем новое движение «Биониклы за Путина». Мы закупаем сейчас партию биониклов, самых уникальных, самых редких. Начинаем снимать фильмы, в которых биониклы бьются со злом, идущим от безнравственных их коллег, которые продались сатанинскому началу. И начинаем движение «Биониклы за Путина». Мы порвем! Биониклов-наки, несчастного долгополого, который борется со всеми своими комплексами, тем, что пытается над ними шутить. Но депрессия так и не уходит. В своей программе Соловьев озвучил желание оживить игрушечных биониклов, в которых он собирается научить бороться с нравственными коллегами, продавшимися сатанинскому началу. Я думаю, что каждый из нас узнал в этой цитате себя, потому как коллегами и сатанистами, равно как и бесами, Соловьев считает нас с вами. Но если вы не Екатеринбужик, то вам сказочно повезло. На одно клеймо у вас явно меньше. Но, друзья, меня возмущает другой факт. Этому человеку мы ежегодно скидываемся на зарплату. Может быть, уже один раз скинемся на лечение? Понимаете, это очень тяжелая форма заболевания. Просто надо спасать человека. Так стоит вопрос. Видимо, пролетая над гнездом кукухой, Соловей решил, эх, была не была, и пустился во все тяжкие. А ему бы быть поаккуратней, а то увидят в Италии это заболевание и запретят влетать навсегда. 150 тысяч рублей. Столько нынче стоит упоминание фамилии российского президента. На этой неделе 17-летнего подростка, написавшего на остановке фразу «Путин – вор», приговорили к штрафу. Через два дня после произошедшего подросток избавился от надписей, но полиции и сотрудники коммунальных служб все равно считают юношу виновным в причинении ущерба имуществу в размере, внимание, 288 рублей. Да-да, вы не ослышались? За фактически понесенный ущерб в 288 рублей россиян штрафуют на 150 тысяч. И я еще не поняла, откуда взялась цифра 288. Ведь в художество свое подросток стер сам? Тогда в чем ущерб? В аналогии с пластиковым стаканчиком? Типа как посмел ты своим баллончиком государственную собственность потрогать? Или если ты в оппозиции выходишь на митинг, то защищать тебя от террористов и не надо? Вы ведь в курсе, да, что товарищ Бортников на днях заявил, что все участники несанкционированных митингов это потенциальные жертвы террористов? Внимание! Террористы только там, где несанкционированные митинги. Смерть неверным! Там, где День Города, День Победы или концерт Басты в разгар эпидемии, там террористов нет. Я, конечно, могу предположить, что типа несогласованный с властями митинг не предполагает стягивания доп. сил и усиления охраны митингующих. Но! То количество полиции, ОМОН и Росгвардии говорит об обратном. А вот эта фраза Бортникова о том, что никакие правоохранительные органы и спецслужбы не помогут вам сохранить жизнь и здоровье, так и вовсе звучит пророчески. Мы уже поняли, уважаемый директор ФСБ, что те, кто должен охранять наши жизни и здоровье, делают все, чтобы ни того, ни другого у нас не было. Пихают в автозаки, со слов очевидцев по двое суток оставляют без еды и воды, избивают, калечат. И все это только потому, что люди хотят высказать свою точку зрения, на которую вообще-то имеют полное право. Вот такой, друзья, была эта неделя в России. Продолжение вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Увидимся в эфире. Всех люблю. Пока-пока.